Тема нашей сегодняшней пресс-конференции лаборатория мехатроники и робототехники Миронавт, первая фаб-лаборатория в Одессе. Подробнее об этом расскажут наши гости. Руководитель лаборатории Виктор Егоров, Наталья Кучеренко, пиар-менеджер лаборатории и Елизавета Конакова, менеджер проектов на платформе Мой Город. Виктор, пожалуйста, вам слово. Всем добрый день. Я подробно расскажу о сути той информации, с которой мы сейчас пришли. И для себя ее структурировал. Для того, чтобы максимально убрать возможно потенциальные вопросы по этому направлению. Итак, коротко про что. У Одессы, как у города Миллионика, появилась возможность стать одной из обладательниц лаборатории Фаб-Лаб. До сих пор у нас подобного рода лабораторий не было. И сейчас есть возможность для нашего города, чтобы такая лаборатория появилась. Подробнее о Фаб-Лаб. Что это такое? Вообще, это расшифровывается как Fabrication Laboratory. Если коротко, что это за лаборатория, это лаборатории с открытым доступом и максимальным набором необходимого оборудования для базового прототипирования любых разработок. Соответственно, лаборатория предоставляет все возможности для того, чтобы люди могли реализовывать свои идеи, планы, задачи в жизнь. Зачем? Для чего нужны такие лаборатории? Социальный эффект от лаборатории колоссален. Это, прежде всего, приводит к росту вовлеченности технически подкованной молодежи, увлеченных людей к реализации своих проектов. Это приводит к росту количества рабочих мест и в целом максимально положительно влияет на экосистему, техническую экосистему любого города. Сам по себе статус что дает? Почему мы как лаборатория, которая по факту уже, по сути, на самом деле, такой лабораторией является, но у нас пока нет такого статуса, что дает именно этот статус? Статус дает, помимо вопросов, связанных с престижем, весьма ощутимые преимущества. Самое главное из которых – это возможность общаться в конкретном нетворке. Это определенная база данных, в которую вовлечены все участники лаборатории со всей планеты, которых, подчеркну, 1181 на сегодняшний день. И это возможность таким образом проверять гипотезы, проверять работоспособность идеи и также с открытого доступа скачать чью-либо разработку и реализовывать ее у себя. Второе немаловажное преимущество – это то, что статус Фаблаб дает возможность пользоваться корпоративными лицензиями на очень и очень дорогостоящие программное обеспечение, специальное техническое, всевозможные КАД и КАМ-системы. Покупать такое программное обеспечение действительно дорого, а для участников Фаблаб это предоставляется бесплатно, как часть корпоративных лицензий. На данный момент на базе нашей лаборатории развивается более 10 проектов. Это как создание своих собственных систем, беспилотных летательных систем, квадрокоптеров и крыльев. Также это 3D-принтеры с собственной сборки. Многие проекты, которые нам приходят решать люди, которые не имеют возможностей это делать дома или в офисе у себя на работе, они приходят, говорят, что им надо, что они хотят увидеть, и мы им помогаем с этим. Такой проект – это РАИМ, движущий манекен для магазинов, чтобы привлечь больше покупателей в эти магазины для рекламы. Что по моей теме, так это беспилотные летательные аппараты. С ЧПУ-фрезером и лазером это будет делать намного быстрее и легче, и качественнее, чем сейчас мы имеем. Мы покупаем все готовое, а так мы могли бы разрабатывать что-то свое. Про лабораторию, про нас, кто мы. Мы научно-исследовательская лаборатория мехатроники робототехники. По факту и по сути мы такой лабораторией Фаблаб уже являемся, просто пока у нас нет такого статуса. Мы уже позиционируем себя как лаборатория открытого типа, как единственной пока на сегодняшний день первой в Одессе лаборатория открытая техническая коворк пространства. То есть мы приглашаем абсолютно всех приходить к нам в лабораторию для того, чтобы реализовывать свои идеи. И если для реализации вашей задумки вам необходимо нечто большее, чем просто программное обеспечение, кофе и уютная обстановка, вам требуется определенный инструментарий, вам требуются люди с серьезной экспертизой конкретной по ряду направлений, то таких мест у нас в Одессе немного. Такой лабораторией являемся мы. И на самом деле все необходимое оборудование для того, чтобы получить статус Фаблаб у нас есть. Дело в том, что процедура присвоения статуса Фаблаб, она достаточно проста. Требуется, чтобы был открытый доступ, у нас это есть, и требуется определенный перечень оборудования. У нас есть по второму требованию есть все, кроме четких позиционирующих устройств, ЧПУ, станков, фрезера и лазера. И именно для покупки этих инструментов, для покупки этих станков нами была открыта компания по сбору средств на площадке «Мой город». Мой город является платформой, сайтом, удобным для нас инструментом для привлечения небезразличных одесситов к компании по сбору средств, потому что почему мы решили обратиться ко всем? Дело в том, что бенефициарами, выгодополучателями от того, что в Одессе появится такая лаборатория, является не только наша лаборатория или мы лично, выгодополучателями являются все одесситы на самом деле, потому что возможность, которую дает эта лаборатория, она открывает широкую дорогу для реализации своих целей, задачей, каких-то интересных проектов, абсолютно для каждого, у кого такие цели есть. Я на заключение добавлю только, что среди проектов, которые Наталья сейчас даже не озвучила, на самом деле их много, их просто всех подряд перечислить практически невозможно, многие приходят к нам одесситы, которые не имели раньше ничего общего с нашей лабораторией, но приходят к нам, имея при этом семьи, работу, постоянную занятость какую-то, и вот в свободное от работы время ребята очень разных, причем возрастов, приходят к нам в лабораторию для того, чтобы реализовывать свои проекты у нас, и мы им помогаем местом, для рабочим пространством, мы им помогаем экспертизой, мы им помогаем, предоставляя все необходимое оборудование. На заключение мы приглашаем всех принять участие в нашем сборе средств, в нашей компании по сбору средств, на покупку необходимого оборудования, и приглашаем абсолютно всех одесситов к нам в лабораторию, которая находится на Канатной 112 в Одесской национальной академии пищевых технологий, приглашаем на экскурсию, мы не откажем никому, каждому расскажем о лаборатории, каждому объясним необходимость проекта, если вопросы возникнут у людей, кроме журналистов, и расскажем о тех возможностях, которые для каждого рядового одессита такая лаборатория открывает. Спасибо. 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 Спасибо.